МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, программа «По существу». И сегодня у нас в студии начальник отдела организации исполнительного производства службы судебных приставов по Чувашской республике Мария Кудряшова. Мария Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Мария Александровна, буквально на днях вступила в силу закон президента России, который дает вам дополнительные возможности по работе с неплательщиками алиментов. Вот о чем идет речь? Насколько они расширились, ваши полномочия, и к чему это должно, к какому эффекту привести? Да, действительно, на днях у нас был подписан указ президента, согласно которому полномочия судебных приставов, они расширились в части работы с должниками по таким производствам, как и в изыскании алиментных платежей. Если у нас раньше не было таких функций, исходя из которых, мы могли бы задерживать должников и доставлять их к судебному приставу и исполнителю, раньше мы для этих целей привлекали сотрудников правоохранительных органов. На сегодняшний день данная функция позволит нам значительно сократить время доставки должника к судебному приставу и исполнителю, и, соответственно, сужается цепочка тех функций, тех мероприятий, которые предшествовали ранее доставлению должника в отдел. Сейчас уже судебный пристав по ПДС, задерживая должника, доставляет сразу же его судебному приставу и исполнителю. Судебный пристав исполнитель после доставления должника уже начинается с этим неплательщиком проводить определенную работу. В первую очередь, эта работа направлена на вручение определенного пакета документов, получение от него объяснений. И, как правило, если у нас скрываются такие должники, уже составление протокола об административной ответственности по части 1, 5.35, прим. 1 КОАП. Какие еще есть меры в вашем арсенале, мер воздействия? Ну, очень себя положительно зарекомендовала такая мера принудительного исполнения, как ограничение специального права должника. То есть на сегодняшний день, ну, вот статистика говорит нам о том, что у нас порядка 4 тысяч должников имели водительское удостоверение. Это в целом, да, по Чувашской республике. И из них половина – это как раз-таки должники по алиментам. То есть 2,5 тысячи должников по алиментам с момента реализации этих полномочий, то есть уже порядка, мы подводим итоги двухлетней реализации данной функции, они дали свой определенный результат. То есть 2,5 тысячи должников у нас, они попали в списки, будем так говорить, злостных неплательщиков, да, и в отношении них примена данная мера принудительного исполнения. То есть просто права отняли и все? Нет, судебный пристав исполнитель уведомляет должника о том, что у вас имеется задолженность, вы алименты не платите, и в случае наличия долга более 10 тысяч данная мера принудительного исполнения вступает в действие для таких должников. Кроме того, ну уже давно уже себя показала, это мера принудительного исполнения как ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. На сегодняшний день практически каждый должник, который попадает к нам в работу, как злостный неплательщик, то есть в этом году у нас в работе находилось порядка, ну почти 12 тысяч исполнительных документов данной категории, то практически каждый должник при наличии задолженности более 10 тысяч по алиментам, он у нас попал в списки невыездных. То есть данная мера тоже работает. Были случаи, когда должник полностью погашал задолженность для того, чтобы выехать на отдых за пределы Российской Федерации. Эта мера тоже достаточно эффективно себя зарекомендовала. Но и еще с того момента, как мы стали реализовывать полномочия по выявлению административных правонарушений по 5.35.1, то есть был определенный некий временной промежуток, когда у нас должники, которые там длительное время не могли найти компромисс со своими взыскателями, находили точки соприкосновения, и были такие факты, когда исполнительные документы у нас отзывались, то есть уже знали, что, возможно, там в отношении них могут быть какие-то определенные негативные последствия в части административного характера, и данные исполнительные документы у нас взыскатели забирали. То есть вот на сегодняшний день достаточно эффективно показывают себя вот эти три меры. Это ограничение пользования специального права, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации, и как сам факт реализации меры административной юридикции по статье 5.35 Прим. 1. Мария Александровна, по российскому законодательству, кто может платить, кто может стать платильщиком алиментов? Ну, понятно, отцы по отношению к своим детям, матери по отношению к своим детям, дети по отношению к своим родителям, а еще? То есть бывшим женам у нас платят, там бывшим мужья. Здесь немножко нужно подходить. Понятно, в каждой ситуации, в каждой жизни ситуации, может быть, и возникнет вопрос взыскания алиментных платежей. Ну, вот, действительно, на сегодняшний день наибольший процент должников у нас по алиментам обязательств, это все-таки мужчины. С каждым годом наращивается количество должников по алиментам женщины. То есть матери платят своим бывшим мужьям, ну, детям, с которыми остались мужья. То есть все-таки, к сожалению, тенденция такая российская и у нас характерная. У нас, да. Но и в последнее время, вот, тоже не могу об этом не сказать, что количество исполнительных документов в отношении детей, где обращаются нетрудоспособные родители, оно у нас также увеличивается. Если лет пять назад у нас это были единичные случаи, когда родители взыскивали уже со своих совершеннолетних детей, то на сегодняшний день такая тенденция, она вот, ну, приобретает, ну, я не буду говорить, там какой-то масштабный характер, но уже такие исполнительные документы тоже есть на исполнении. И даже вот буквально на прошлой неделе несколько граждан подходили, вот, видимо, в преддверии Дня правовой помощи детям, они подходили по вопросу, что, получив инвалидность, они хотят взыскивать алименты со своих взрослых детей, которым, к сожалению, не платили. Самый больной вопрос для всех, кто, вернее, чьи бывшие супруги имеют задолженность по алиментам. Как, когда плательщик алиментов сознательно скрывает свой доход? В этом случае я бы рекомендовала нашим взыскателям, когда они реально знают, что он должен иметь там непостоянный, меняющийся временный заработок, обратиться с заявлением в суд об изменении порядка и способа исполнения. То есть изначально, когда обращаются в суд, суд выдает исполнительные документы, исходя из количества детей. То есть если это один ребенок, это одна четвертая, если двое детей, там одна третья, если трое и более, то одна вторая от дохода должника, либо иного заработка. Но так как на сегодняшний день, понятно, суммы, которые мы начисляем, они очень большие, то есть если в среднем начисление алиментов за один месяц порядка 9 тысяч рублей. То есть и вот эта сумма долга, она накапливается, и понятно, что и должник, когда видит такую сумму долга, он там теряется и не знает, где взять средства, чтобы погасить эту задолженность. И тут же он как бы попадает у нас в категорию злостных неплательщиков, где там может быть административная ответственность, а по следующему еще и уголовная ответственность. То в этом случае я бы рекомендовала бы все-таки взыскателям обращаться в суд с заявлением об изменении порядка способа исполнения на твердую фиксированную сумму. То есть на сегодняшний день практика показывает, что это очень выгодно взыскателю и должнику в том числе, когда стабильный ежемесячный платеж в размере 4 тысячи, либо там величина прожиточного минимума на ребенка. И в чем плюс? Плюс в том, что эта сумма, она подлежит индексации, исходя из увеличения размера прожиточного минимума на ребенка. То есть поменялся прожиточный минимум, например, у нас в Чувашии, судебный пристав исполнитель проиндексировал эту сумму. То есть, например, просто из практики, если, например, года 4 назад сумма, определенная по листу, была 4 тысячи рублей, то на сегодняшний день размер этой суммы, которую должник должен платить ежемесячно, порядка 8 тысяч. То есть здесь и должник уже знает, что он должен эту сумму заплатить, и взыскатель уже знает, что она эту сумму получит. Здесь в данном случае у нас ребенок полностью защищен от всяких инфляционных процессов. Ну и родителям проще договориться. И родителям проще. Проще договориться, да, на фиксированную сумму. То есть на сегодняшний день уже количество таких документов, 4-й денежной суммы, оно у нас тоже увеличивается, в том числе после обращения к судебным приставам-исполнителям, получения разъяснений, оказания там, может быть, какой-то помощи правовой, бесплатной, да, в рамках приема, когда у нас это происходит. Взыскатели обращаются в суд, получают такие исполнительные документы, и мы работаем. И не только взыскатели, но еще и доложники. То есть они тоже в этом заинтересованы. Ну что, спасибо вам большое за подробные ответы. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была начальник отдела организации исполнительного производства службы судебных приставов Почувашской республики Мария Кудряшева. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова